В соответствии с указом президента Российской Федерации номер 327 на проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, 2020 год был назван Годом Памяти и Славы, Годом Победы Светского Народа в Великой Отечественной войне. Мы готовились объединить это событие достойно. На начало года мы уже знали, в том числе и о том, что стали победителями краевого конкурса и получили возможность реализовывать проекты, аллеи памяти, сквер, поселок Бор, приступить к реализации первого этапа проекта «Березовая роща». Планировали отремонтировать 11 дворовых территорий, сделать еще очень много добрых дел на благо нашего родного города. Отмечу, что почти все запланированное нам выполнить удалось. Вместе с тем, работать нам пришлось в совершенно иных условиях. В условиях распространения COVID-19 на всей территории нашей страны, края и города Назарова. Раздействие COVID-19 было столь внезапно мощным, что впервые за всю послевоенную историю мы должны были предпринимать экстраординарные меры, направленные на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Если кто-то не знает, то я покажу о том, что вполне серьезно мы рассматривали вопросы с руководителями руководителями предприятиями круглого суточного цикла по возможности выселения рабочих смен для работы в автовом методе. Очень хорошо, что этого не понадобилось и нам удалось ситуацию в этом отношении в городе сдержать. Учреждения здравоохранения, как и все остальные, были не готовы к такому развитию событий, поэтому нужно было время, нужна была активная работа с жителями города по противодействию распространения COVID-19, по соблюдению элементарных норм и правил, которые необходимо было предпринимать всем жителям города. Поэтому большой блок вопросов был связан с профилактической работой среди населения нашего города. В связи в совокупности оказалось существенное влияние на жизнедеятельность каждого жителя города, а соответственно и города в целом. Я не ошибусь и скажу, что впервые за послевоенный период нам пришлось останавливать работу предприятий, учреждений и организаций, вводить ограничения на посещение, ограничивать прием граждан и совершать иные действия, которые при нормальном состоянии считались бы ненормальными. Но тем не менее, жизнь есть жизнь и 17 марта, как только начались эти неблагоприятные события, мы в городе создали штаб, в который вошли представители всех ведомств, которые связаны с профилактикой вот этого недуга и начали работать. Кстати, штаб работает и до сегодняшнего дня. Я это все говорю к тому, чтобы понять, что работать пришлось вот в таких непростых экстраординарных условиях. Первое, на что отразилось это все в конечном итоге, является наш бюджет. То, что принято было, бюджет, который был принят в декабре 2019 года. Вы помните, что мы приняли бюджет в сумме 1,26 млрд. Бюджет был принят без дефицита, сбалансированный по доходам и расходам. В ходе корректирования бюджета он увеличился на 20%, а от ранее запланированных значений составил 1,482 млрд. рублей. Динамика доходов местного бюджета была следующей. По доходам у нас превышение было небольшое, было 1,434 млн, стало 1,454 млн, вы это все видите. И в целом мы вышли к концу финансового года достаточно неплохо, но у нас избрался дефицит 5,7 млн. рублей. Дефицит на силотехнический характер, это были деньги, которые остались на счетах предприятия учреждения организации налоговых наших агентов, которые мы в январе месяце распределили. Анализируя доходы по укрупненным составляющим, мы наблюдаем увеличение по собственным доходам на 1,3 и рост безвознанных поступлений на 1,6%. За 2020 год поступление собственных доходов бюджета города составило 362 млн. рублей. Это почти 96% от годовых бюджетных назначений. Сразу хочу отметить, что, если вы помните, 2020 год, мы за основу брали бюджетное значение на значение 2019 года. Наибольший удельный вес в структуре доходов занимали налоги на доходы физических лиц. Я попрошу следующий слайд, дайте, пожалуйста. НДФЛ. Обратите внимание, он больше всего занимает 60% от доходов от предприятий города, которые вот здесь, графа, это процент роста либо отклонения. Какие-то предприятия города, если рядом поднимают доходные потенциалы, нарастили, какие-то остались на ноле, кто-то сошел с дистанции. Тем не менее, это картина, которая реально отражает налоговое поступление в доход в бюджет города Назарова по данному виду налогового. Поступление под налогового на доходы составило 204 млн. Вот они, 204 млн. По сравнению с... Я не вижу, извините, вот эти вот значения за предыдущий налоговый период. И было 94,4% от годовых утвержденных бюджетных показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, НДФЛ увеличился на 6 млн. 172 тыс. или на 3,1%. Основной причиной увеличения этого данного вида налога является то, что у нас с 1 октября была повышена заработная плата на 3%, индексация потом на 20%. Поэтому это и произошло. Плюс реальный сектор экономики, не все, но некоторые предприятия развили увеличение заработной платы, что не другое привело к увеличению НДФЛ. Поступление по налогу на прибыль, пожалуйста, предыдущий слайд, ждите, составили 38 млн. 675 тыс. рублей или 99,7% от убежденных годовых показателей. Уровень поступления 2019 года был выше на 14 млн. 256 тыс. рублей и это составляло 88%. Несмотря на снижение поступлений в консолидированный бюджет края от основных платильщиков, это Назаровская Агресс, разрез Назаровский, в целом произошло увеличение налога через увеличение норматива отчисления. Здесь не видно, но у нас норматив отчисления в 2019 году был 5%, в 2010 году он изменился, он стал 10% от базы. Поэтому, в результате, что вроде бы сработали не так здорово, но за счет увеличения норматива произошел общий рост поступлений по этому налогу. По налогам на совокупный доход поступления ставили 19 млн. 342 тыс. рублей, снижение экологичного периода 2019 года на 2 млн. 81 тыс. рублей. Это цена вопроса, который мы принимали с вами здесь, в этом, в зале городского совета, в связи с изменением действующего налогового закладательства, действующего на нашей территории. Мы снижали ставки, это вот результат вот этой работы. Бюджет недополучил, но как мы вышли из этой ситуации, я расскажу чуть позднее. Мы помните, с 15 до 7,5% изменили второй квартал 2020 года, в связи с рекомендациями правительства Красноярского края. В ЗАГС собрание был принят закон, по которому стоимость патента для бизнеса, использующая патентную систему налогообложения, было уменьшено в 6 раз. Кроме того, были предоставлены льготы по уплате налогов сроком до 3-6 месяцев. По налогам на имущество, 36 млн. 259 тыс. рублей или 97,5% к годовым бюджетным назначениям. Снижение к 2019 году составляет 22%. Большое снижение. По земельному налогу с физических лиц наблюдается снижение в связи с тем, что мы получили меньший объем платежей за предыдущие периоды. В 2019 году мы много получили платежей по долгам, которые возникли с 2015, 2017, 2019 годах. В 2020 году мы таких поступлений получили меньше, чем в 2019 году. Отсюда и такое снижение. По земельному налогу хочу отметить, что ООО «Базальт» произвело переоценку кадастровой стоимости земельного участка и предъявило их казне. В итоге у нее налог оказался переплаченным и перераспределился на другие виды налоговых платежей. Поэтому произошла вот такая история. Поступление налога на имущество физических лиц составило 8,920,000 рублей или 98% к годовому бюджетному назначению. Здесь произошло снижение на 28% в связи с переходом на налоговый период 2019 года налогообложения, исходя из кадастровой стоимости объектов. При этом применен понижающий коэффициент 0,2 к налоговому периоду расчета в переходном периоде. Объем поступления неналоговых доходов в отчетном периоде составил 38,97% утвержденных в бюджетных назначении 2020 года. По отношению к 2019 году снижение неналоговых доходов составило 6,4% или 2,6 млн. рублей. В структуре неналоговых доходов наибольший вес занимает доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Это более 65% и налоги от использования природными ресурсами 6,3%. Платежи от материальных и нематериальных активов 22%. В разрезе основных источников неналоговых доходов поступления состояли в том числе доходы от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности 25,162,000 рублей или 130% от годового назначения. Снижение составило на 11% или на 3 млн. рублей. Причина отклонения стали уплата в 2011 году платежей культурно-спортивным бизнес-центрам, Союзу потребительских общественных Назаровского района, старые долги вернули нам. И ЖБК проплатила нам 400 млн. рублей. Назаровый металлоксервис погасил 1 млн. 142 тыс. рублей. И по судам мы получили исполнение по Курганмашзаводу 850 тыс. рублей. И здесь же Назаровский хлеб, текущие платежи в размере полмиллиона рублей. Доходы от продажи материальных и материальных активов за 2020 год составили 8 690 рублей. Здесь увеличение составило 227%. Здесь речь идет о том, что мы получили доходы от сделок, заключенных 30 декабря 2019 года. Это два помещения по улице Советская, одно помещение по улице Тридцветлого КСФ. Помните, мы об этом недавно говорили. Платежи при использовании природными ресурсами поступили в сумме 2 млн. 455 рублей или 88% от годового плана. Снижение составило 29,5%. Отклонение обусловлено проведением плательщиками Назаровской агрессы, металлоксервис, водоканал, вимбельдан, зачета и возврата переплаты, которая была у нас за предыдущие периоды. В счет уплаты ежеквартальных авансовых платежей текущего года. Поступление доходов и наказание платных услуг и компенсации государства составили у нас в 2020 году 209 тысяч рублей или 100% к годовому плану. Снижение составило 90%. Основной причиной является поступление данного источника доходов, изменение его структуры. В 2019 году данный источник доходов входило в размещение Назаровским районом кассовых расходов на содержание единой дежурной диспетчерской службы и архива города Назарова. С 2020 года данные расходы к нам поступают как в субсидии из бюджета Назаровского района, как в межбюджетные трансферты. Поэтому и произошла такая динамика. Доходы от уплаты штрафов и санкций снизились на 1,338,000 рублей, так как внесли поправки в бюджетный кодекс. И теперь, если раньше все они поступали в бюджет местный, там где находится орган, вынесший решение, сейчас они поступают в тот уровень бюджета, чьи нормативно-правые акты нарушили действия или бездействия тех людей, которые привлечены к ответственности. Поэтому отныне мы будем получать в наш бюджет местный только от тех штрафов, которые связаны с нарушением наших действующих муниципальных нормативно-правовых актов. В 2020 году, если говорить в целом о субсидиях, субвенциях и дотациях, то они распределились в этом году следующим образом. Отклонения по отношению 2019 года и по отношению 2020 года составили по субвенциям, мы недополучили 54,5 млн. рублей, по субсидиям 64 млн. рублей. Вместе с тем, дотации мы получили их больше на 50 млн. рублей и иные межбюджетные трансферты 82,557,000 рублей. Общий баланс плюс 17,5 млн. рублей. Вот по этому направлению. Исполнение плана мероприятий, которое мы с вами обсуждали по оптимизации расходов, роста доходов, он состоялся, хотя с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал в начале. За 2020 год мы провели заседания комиссий, на которых поработали и в итоге мы получили 9,5 млн. рублей в местный бюджет, в том числе и арендная плата за землю более 7,5 млн. рублей. За 2020 год провели 7 заседаний комиссий по легализации заработной платы, за которые было приглашено 78 работодателей. В итоге произвели начисление заработной платы в сумме 894,6 тысяч рублей работников. Бюджет поступил аналогу на доходы физических лиц в 116 тысяч рублей. За 2020 год проводилась работа по явлению бесхозных сетей и иного имущества, которое, как мы понимаем, должно являться собственностью муниципального образования. Большая работа в этом направлении проведена была и по водопроводным сетям, и по тепловым сетям, и по инженерным коммуникациям. Просто справочно скажу о том, что ливневые канализации мы поставили на баланс только в прошлом году. Хотя их в городе большое целое хозяйство, но они не были отражены на счетах бухгалтерского учета. Мы их принимаем к учету. И таких примеров могу привести много. Порядок принятия к учету этих имуществ и гражданским кодексом, и нашими муниципальными правовыми актами. Поэтому нового здесь ничего нет. При форуме бюджета города мы принимали за основу параметры бюджета исполнения 2019 года. Поэтому расходная часть выполнена у нас на 97,7%. Составила 1,4 млрд. рублей. Бюджет исполнен в этом отношении с дефицитом 5,7 млн. рублей. Поэтому об этом я уже сказал. Предшествующие годы, как и предшествующие годы, бюджет 2020 года являлся социально ориентированным. И мы знаем, что основными направлениями использования бюджета являлась социальная сфера. Так, на долю системы образования в городе приходится более 56% общего совокупного годового бюджета. А учреждения социальной сферы это 78%. 15% ушло на жилищно-коммунальное хозяйство. И остальные расходы составили 13% и 187 млн. рублей. Говоря о проблемных вопросах, которые мы обсуждали здесь, на сессии городского совета, хочу отметить, что при формировании бюджета мы с вами формировали дефициты или перечень приоритетов, в отношении которых должны были расходоваться средства, полученные от экономии. Несмотря на столь напряженный и тяжелый бюджет, где мы многое недополучили от наших бизнес-партнеров, все-таки нам удалось из общей потребности в 26 млн. рублей на те приоритеты, которые мы обозначали, найти, изыскать возможность выделить 11,5 рублей на решение тех задач, которые были выделены как приоритеты. Я знаю, что Ольга Владимировна по этому поводу еще есть выступление, поэтому здесь я подробно останавливаться не буду. Хочу сказать, они пошли на развитие транспортной системы, на реформирование и модернизацию жизненно-коммунального хозяйства, на развитие культуры. Полмиллиона мы выделяли на исполнение бюджета, связанного с новой коронавирусной инфекцией, на выделение средств на респираторные, все эти вот вещи. По обращению на Зародском межрайонной прокуратуры, здесь же хочу отметить, мы решили вопрос о выделении средств в объеме от 1,3 млн. рублей на выплату задолженности по заработной плате перед 15 работниками мук достоинства. Насколько я знаю, на сегодня, за исключением одного работника перед всеми остальными, за должность по Гашина, по тем обязательствам, которые они были перед муком, это все жители нашего города, в отношении одного человека, там человек умер, там насильственные дела, как только будет решен вопрос, этот вопрос мы завершим. Хочу отметить, что в 2017 году, уважаемые депутаты, вы наверняка помните, уровень собираемости взносов на фонд капитального ремонта по городу Назарова был самый низкий в Краснодарском крае, 11%. На сегодняшний день он составляет 66%, мы три года уже оплачиваем долги в полном объеме и частями гасим долги прошлых лет. Так вот, на сегодняшний день мы подошли к значению почти 75% погашенного объема, между тем, за будущий, вернее за этот год, за следующий, работу эту будем продолжать. Заработная плата работников бюджетной сферы по городу Назарова. Хочу несколько слов сказать об этом. Она у нас по слайду, видимо, дальше, извините. Поэтому я чуть позднее скажу о заработной плате, я просто понял, что дальше. О муниципальной экономике. Что она из себя на сегодняшний день представляет? Вы знаете, что у нас осталось одно действующее предприятие, комбинат школьного питания. Оно осуществляет свою деятельность по организации горячего питания в учреждениях управления образованием и общественных столовых. Мы провели создание балансовой комиссии города Назарова, на которых оценили работу этого предприятия. И, если вы помните, мы на сессии городского совета выносили решение об оказании адресной материальной помощи комбинату школьного питания, в связи с тем, что из-за коронавирусной инфекции его деятельность была остановлена фактически с марта месяца. А людям нужно было выплачивать заработную плату, содержать детей. И мы принимали с вами решение об оказании такой помощи. Вместе с тем, работая с кредитным учреждением, нам удалось через Берегательный банк Российской Федерации добиться выделения кредитной линии в размере 40 небольших миллионов рублей на погашение этих долгов. Условия предоставления кредита безвозвратного таковы, если до 1 апреля предприятие выплачивает заработную плату и не уменьшает штатную численность работающих специалистов, то государство возмещает им в полном объеме стоимость выданного кредита. То есть для предприятия этот кредит будет безвозвратным, вернее полностью оплаченным государством. У нас мониторится эта ситуация, и на сегодняшний день есть все основания полагать, что для нашего МОПа, комбината школьного питания, этот кредит окажется спасением, потому что в июле месяце мы все долги перед работниками погасили. И теперь этих обязательств у нас в 1 июля может и не быть, я надеюсь, что и не будет, в связи с тем, что мы выполним все принятые на себя обязательства. По заработной плате, которую мы выплачивали работникам достоинства, там 1,182,000 рублей, цена вопроса была. Эта сумма закрыта между бюджетными трансферами, которые мы получили из правительства Красноярского края, поэтому как долговое обязательство в бюджете города они уже не значатся. МОП «Назаровский хлеб», предприятие, которое до недавнего времени находилось в стадии банкротства, в прошлом году закончилось свое существование. И по итогам конкурсных процедур, конкурсному управляющему реализованную имущественную сумму более 37 миллионов рублей, произведен расчет с кредиторами, и на сегодняшний день в администрацию города перечислены остатки средств в объеме 3,265 миллиона рублей. Поэтому в этом отношении все обязательства исполнены. Городская сетевая компания МОП, который ушел в вопрос в 2015 году, до сегодняшнего дня находится в этой стадии. К сожалению, к великому решениям арбитражного суда Красноярского края, конкурсного управляющего, отстранен от управления этим предприятием, от конкурсного управления, в связи с тем, что он не сдавал отчетности, никакой активности не принимал. На наши запросы он не отвечал, поэтому сегодня решается вопрос о том, чтобы на этом предприятии появился новый конкурсный управляющий. У нас есть сети, которые числятся за этим МОПом. Кстати, они не оформлены, идет процедура оформления этих водопроводных сетей. Постановлением правительства Российской Федерации с 7 октября 2019 года за номером 1289 органы местного самоуправления обязаны разработать трехгодичный план мероприятий по оптимизации расходов на энергоснабжение. И такую работу администрация города в прошлом году провела. Занимался этим отделом экономики вместе с энергетиками. И такое постановление у нас состоялось. Мы для каждого предприятия города в истекшем году определили максимальное значение на которое они должны выйти в рамках вот этого направления деятельности. Это новая тема для нас, но она началась и работать она будет и дальше. Большую работу мы провели в городе по улучшению индекса качества городской среды. Подробнее я расскажу об этом чуть дальше, там где будем говорить о городской среде. Но тем не менее, хочу отметить, что в области экономики эта задача состояла в следующем. Нам необходимо было на Яндекс.Карты везде-везде нанести всю информацию о тех торговых точках, о бизнесе, который в городе Назарова есть. И хочу отметить, что в этой связи большой пласт работы проделан. Мы организовали ее и довели до конца. В 2020 году принято решение о сохранении в переходный период прежних социальных выплат, которые были у учреждений спорт. Я имею ввиду тех гарантий, которые получали члены трудового коллектива. Такое решение принято, оно состоялось и действует. В течение года мы проводили работу по снижению неформальной занятости населения и легализации серой заработной платы, которая выплачивалась работникам предприятий города. По номинальным показателям по этой работе мы занимаем второе место в Краснодарском крае по количеству работ и по результатам. Тем не менее, по итогам 2020 года у нас работников администрации на заседаниях комиссий и возведения с налоговыми органами выявили на 144 работника, с которыми не были заключены трудовые договоры. Работа по этому направлению продолжается. Помимо этого было проведено 7 заседаний комиссий по вопросам снижения неформальной занятости и легализации. Здесь работу провели, мы дополнительный бюджет получили. По НДФЛ я говорил уже, но помимо этого люди получили гарантированную заработную плату, социальный набор услуг, социальный пакет, что это называется. С целью принятия мер по погашению задолженности перед работниками Восточно-Сибирского завода медиклавной конструкции во взаимодействии с конкурсным управляющим была проведена работа, итогом которой являлось погашение задолженности в сумме 4,5 миллиона рублей. И на конец прошлого года остаток задолженности оставался у нас там не более меньше полумиллиона рублей. Но вот на конец января мы пока не увидели отчетной цифры, но по нашей информации задолженность и последняя погашена. Я считаю, что это хороший шаг, который мы не могли реализовать в течение трех лет. Это задолженность от тех старых-старых лет. Устройство людей с ограниченными возможностями. Прошлый год был в этом отношении не новым, он был показательным. Плановая задача, которая стояла перед нами, выйти на 80 с лишним процентов от обратившихся за услугами, мы вместе с службой занятости выполнили, несмотря на те тяжести, которые были. И в итоге устроили 184 человека в течение года из 211 инвалидов, которые обратились за трудоустройством. Хочу отметить, что большую работу мы проводили в рамках организации работы по перевозке граждан. Напомню, в 2017 году субсидия составляла по перевозке граждан 8 миллионов рублей. В 2018 году мы выходили на 12, в 2019 году мы выходили на 18 миллионов рублей. И в 2020 году мы вышли на 20 миллионов рублей, что позволило перевозчикам, качественно отработав этот вопрос, выйти уже на обновление транспортного парка. И в прошлом году эта работа вот в этой части перешла уже на качественно новый уровень. Мы существенно улучшили состояние дела в этой отрасли, и транспортники открытывались, приобретя новый подвижной состав. Считаю, что это хорошее начинание. Вместе с тем, из-за пандемии коронавируса по постановлению правительства Красноярского края этим же перевозчикам были компенсированы расходы, связанные с проведением санитарных мероприятий в общественном транспорте. Сумма выплат составила почти 1 миллион 700 тысяч рублей при предоставлении полного пакета документов, естественно. В связи с тем, что одной из задач, которую мы ставили перед собой, было привлечение инвестиций на территорию города Назарова. А общий объем суммарных инвестиций, вот видите, 990 миллионов рублей, возникла необходимость в создании инвестиционного совета. И мы такой совет в городе Назарова создали. Он находится только в таком начальном состоянии, что называется. Но тем не менее, я считаю, что начало положено хорошее. Там в основном инвестиции крупного бизнеса, среднего бизнеса, бюджетных инвестиций мало. Но мы тоже своим трудом способствовали тому, чтобы инвестиции эти пришли. Простой пример, который я приведу, это энергоселестный контракт. Вы помните, мы встречались с депутатами, рабочую группу проводили. Чтобы вы понимали, вот пришел поставщик у стола, простеликом, сумма инвестиций, которую он инвестировал в нашу экономику, 44 миллиона рублей в рамках одного контракта. Причем это его деньги, которые и сейчас являются его деньгами, но которыми мы пользуемся, они работают уже на благо нашего города. Было еще две встречи, о которых я хочу сказать отдельно. Мы провели рабочие встречи с возможным долгосрочным сотрудничеством с представителями одной крупной инвестиционной компании. Провели рабочее совещание, связались с Минэкономом для того, чтобы эти контакты продлить и дальше. Представители компании интересовали наши свободные производственные мощности, наличие рынка электроэнергии у нас в городе, Назарово. Но и с нашими предложениями они уехали. Обратной связи мы пока не получили, но тем не менее. Хочу отметить, что есть еще инициаторы, которые инициативно выходили на администрацию города Назарово. Вот в этом же вопросе хочу отметить с предложениями по участию в торгах на приобретение нашего завода, существующего завода металлоконструкции. Насколько я понимаю, предложение серьезное и прорабатывается очень серьезно. Возможно, скоро мы придем, получим какой-то результат. В сфере развития малого предпринимательства, вот прошу обратить на это внимание, мы пока до конца еще не понимаем, как изменилась структура соотношения мелкого бизнеса после пандемии коронавируса. Некоторые приостановили свою деятельность, некоторые закрылись, но из реестра не ушли. Поэтому, скажу ниже, но одной из задач 2021 года является как раз вот содействие тому, чтобы вот эти люди, которые вот здесь, в этом разделе у нас помечены, активные люди города Назарова, помочь им восстановить те обороты, которые у них были до коронавирусной инфекции, создав копенем для этого условия. Считаю, что эта задача нам по силам. В бюджете города Назарова, вот эта категория, субъектов малого предпринимательства, она внесла свой финансовый вклад в объеме 13,6 миллионов рублей. Это доходы от предприятий и индивидуальных предпринимателей. Мы в этом году приступили к введению реестра торговых объектов. Это тоже новое веяние, которое заставило нас несколько по-иному отнестись к направлению работы. Сейчас пока мы только в начальном пути провели инвентаризацию всего только от 328 этих торговых объектов. Из них 322 объекта – это не социально-торговые объекты, о которых вы все знаете. В 2020 году служба муниципальные служащие, а особенно отделы экономики, те, кто непосредственно занимается предпринимателями, с предприятиями города, во взаимодействии с правоохранительными органами провели более 900 проверок субъектов малого среднего предпринимательства, предприятий торговли. Большое спасибо хочу сказать коллегам, те, кто вместе с ними этой работой занимался и освещал ее в средствах массовой информации. Это неотъемлемая часть работы, которую мы проводили как раз в период пандемии коронавируса. Говоря о имуществе, нельзя не отметить жилищный комплекс, который есть в городе Назарова. Хочу отметить больной вопрос, который у нас был, помните, на прошлые годы, плата за наем жилых помещений. Особенно похвастаться нечем. Многолетние долги, которые копились у нас по задолженности, по коммунальной, по арендной плате за социальный наем, на начало года они были 8,4 миллиона рублей. Честно говоря, несмотря на все предпринимаемые меры, а это и судебная практика, и работа с судебными приставами, нам удалось выйти на 57% сбора по текущим платежам, а если принять по вниманию еще и исполнительские процедуры, которые там предшествовали этому, на 98% сбора. С одной стороны, это лучше, чем было в прошлом году, но, тем не менее, показатель недостаточен для того, чтобы решить этот вопрос целиком. Задолженность, как была 8,4, нам удалось ее только притормозить. Положительной динамики к этому, в этом году у нас добиться по этому направлению не случилось. Причина одна. Люди, многие остались без заработной платы. В этом жилье должники являются как раз в стальной незащищенной категории жителей города Назарова. Поэтому вопрос сдвигается крайне сложно. Тем не менее, просуженных более 5 миллионов рублей на исполнение судебных приставов. Поэтому вопросу этому нужно будет и в будущем году, вот в этом году, уделить повышенное внимание. У нас земля. В 2020 году тренд, который был задан в 2017-2018 году, он продлился. Люди, как правило, приобретение ставят себе для себя более выгодным вариантом получения прав на земельные участки. Из 333 сделок по распоряжению земельными участками, 70 сделок были связаны с приобретением земель, чего раньше не было. Общее количество сделок было больше в этом году, в 2019 году, на 30, по-моему, больше, чем в предыдущие годы. Но, тем не менее, динамика там вот такова. По-прежнему люди хотят получить землю и готовы за нее платить. Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Восьмой слайд, пожалуйста. Вот по площадям, по площади, по гражданам и расселено квартир. Пожалуйста, обратите внимание. Напомню, первый этап переселения мы приобрели 49 квартир. 49 квартир. По результатам второго этапа программы мы заключили 13 контрактов в прошлом году. Сделали это быстро и оперативно. И по согласованию с Минстроем нам предоставлена была возможность, выделенные деньги на приобретение еще 14 квартир, для того, чтобы третий этап перенести во второй. Мы эту работу выполнили. 27 живых помещений мы получили собственность. Вместе с тем, на третий этап, а он для нашего города будет являться финальным, нам выделяется 95 миллионов рублей, для того, чтобы завершить для города Назарова программу переселения из ветхого аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1.01.2017 года. 86 дом. Он сюда не входит. По нему ситуация выглядит следующим образом. Сейчас мы с Минстроем и Минфином отрабатываем вопрос, готовится предложение о включении в бюджет Красноярского окраина вопроса о расселении этого жилого дома в два этапа по годам. Тем не менее, сейчас отдел по собственности земельным отношениям отрабатывает каждую семью на предмет наличия у него права, либо на выкупную стоимость, либо на приведение там жилья за счет программы, за счет выделенных вот этих финансовых ресурсов. Поэтому работа предстоит в этом году напряженная. Большим вопросом для нас 2017 года был вопрос генплана, генерального плана нашего города. Вы помните, что он прошел согласование еще в 2017 году, но единственное ведомство, которое застопорило дальнейшее его утверждение, было Министерство лесного хозяйства Красноярского окраина. Поэтому уже два года мы работаем над этим вопросом, и сегодня мы выходим по существу на финишную прямую решение этого вопроса. У нас в феврале этого года мы планируем заключить муниципальный контракт на внесение изменений в проект, изменений в генеральный план города, Красноярский граждан проект. Проект у нас уже контракта лежит на подписании, на согласовании. Согласно плану работы, надеемся, что утверждение генерального плана в этом году состоится уже у нас. Хочу отметить сразу, чтобы для всех было понимание. У нас впервые, наверное, в городе изменятся границы муниципального образования и городской округ города Назарова. Это будут суть не одни и те же границы. Так делают. Я объясню потом причину, Слава Лькина подробно объяснит. Но все идет к тому. Будет вот так. Это не является нарушением закона, но это позволяет нам утвердить генеральный план в том виде, в каком он есть на сегодняшний день. Помимо этого, хочу отметить, что в течение 2020 года мы отмежевали более 10 участков на 800 тысяч квадратных метров для того, чтобы включить его в Назаровское лесничество, которое было создано в прошлом году. Общая сумма территории, вернее, Назаровского лесничества при этом составит 1,085 гектар на территории города Назарова. И эту работу мы продолжаем. Помимо этого, в рамках градостроительной деятельности хочу отметить, что у вас перед глазами стратегии строительства города Назарова в 2024-е годы. Это один из документов, который был разработан вместе при поддержке ГРЭС и разреза, московской компании, который позволяет нам посмотреть на перспективы благоустройства нашего города в разрезе 2020-2024 годов. Согласован со всеми ведомствами, размещен на сайте для ознакомления. Здесь же хочу отметить, что из объектов, которые там указаны, нам в прошлом году удалось реализовать проекты благоустройства территории парка Березовая роща на сумму 16 миллионов рублей. Подробнее расскажем дальше. Это и аллея памяти, это и сверхпоселок Бор. И работа по этому направлению у нас была продолжена с прицелом на 2021 год. Я имею в виду участие в конкурсе, в краевом конкурсе, по которому мы аллею выиграли, провели голосование, приняло бы участие в голосовании более 6 тысяч человек. А в целом в активных формах опроса у нас за ушедший год проголосовало либо приняло участие, по большому счету, в управлении городскими делами более 12 тысяч наших жителей. Большим вопросом для нас был вопрос аллея памяти и вопрос, связанный с братской могилой семьи советско-партийных работников, погибших при лепедации северского контрреволюционного вооруженного мятежа 2020 года. На сегодня у нас получено положительное заключение историко-культурной экспертизы на данный проект. Объясню хронологию событий, чтобы все понимали. Помните аллея памяти, начало реализации этого проекта, когда мы вскрыли верхний слой и обнаружили, что там основа конструкции находится в плачевом состоянии. Принято было решение о внесении извинений в проект и после этого его дорабатывали, работы велись параллельно. И мы получили только положительное заключение экспертизы на аллею памяти 25 августа прошлого года. Только после этого можно было выходить с проектом на северский мятеж на этот объект. И работу мы начали в сентябре. Закончилась она только в ноябре месяце. А заключение финальное мы получили даже в начале декабря. Поэтому реализовать ту часть проекта мы не могли в этом смысле по объективным причинам. Но тем не менее, сейчас у нас есть этот объект, есть предписание службы провести работы по его восстановлению, потому что он находится в плачевом состоянии. По предварительным оценкам, стоимость работ по проектированию только составит 1 920 000 рублей. Это на август. На осень прошлого года. Какое оно будет сейчас, когда... То есть нам необходимо будет еще изыскивать какие-то возможности для того, чтобы... Это только проект. Потом еще и сама реконструкция. Очень дорогое и очень задатное мероприятие, но тем не менее большое и нужное. Хочу отметить, что я уже затронул вопрос о жителе города. В течение всего года мы эту работу проводили. Но вы помните, ограничительные мероприятия у нас наступили в марте и апреле. Вот до марта и апреля мы провели встречи по школам, по голосованию, по техникумам, учреждениях культуры. А потом все это было переведено в дистанционный формат, в онлайн режим. Поэтому новостью, новшество уходящего года было как раз проведение опроса жителей через такие опосредованные формы общения. Но тем не менее они показали свою эффективность. Мастер-план. Я уже сказал о нем. Индекс качества городской среды. С чего я начинал? Чтобы вы все понимали, разработаны критерии оценки состояния городской среды. Их более 30. Часть из них мониторит цен на месте. Часть из них мониторит федеральный центр, независимо от нашей воли или изъявления. Я имею в виду даже, допустим, Яндекс.Карт. Опрос, частота появления тех или иных объектов на Яндекс.Картах, частота запроса этих показателей. Мы по максимальное значение баллов, скажем, начну с другого. Максимальное значение баллов там рассчитывается 360 возможных. Из 360 возможных город Назарова в 19-м году имел значение 150, по-моему, пунктов, да, Салонкина. Мы поставили задачу вместе с предприятием Красноярского края нам выйти на 180 баллов минимальное значение благоустроенного города. И мы эту работу начали. Вот когда я сказал о том, что многое имущество у нас не поименовано, не оприходовано и не знамо, в каком состоянии находится, это как раз из этой области. Видите, я отступлю немножко. Когда мы говорим о том, сколько мусора вывезено, ливневая канализация, где они, какие они, в каком состоянии, кто обслуживает, сколько торговых точек находится на Яндекс.Карте, сколько упоминаний о чем-то, о знаковых местах в городе запрашиваются через интернет. Это все слагаемо вот этого индекса качества городской среды. Самый плохой показатель у нас был в 2019 году связан с тем, что мы признали 86-й дом аварийным. Более 100 квартир. Это серьезный тормоз, который нас существенно сдвинул вниз. Но тем не менее, надеюсь, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки в ближайший год-два. И мы наберем те заветные 180 баллов минимум, для того, чтобы город считался благоустроенным. Ну а работу по ливневкам, по мусору, по общей территории, убираемой механическим способом, по количеству детей, которые стоят в очереди в образовательной организации города. Это вот составляющая из тех 34-х тысячных позиций. Мы по ним работаем. Поэтому работа предстоит большая, и я так думаю, что мы ее осилим. Большим вопросом, который двигает нас к решению одной из задач, которую мы определим ниже, в финале, это разработка стратегии и реализация ее стратегии озеленения города, является как раз вот это. Увеличение площади озеленения города. Когда мы начинаем разбираться в вопросе, оказывается, город по площади настолько большой, что вся промышленная зона между городом Назарово, поселком строителей, поселком Бор тоже относится к категории города. И делится на общий показатель. Поэтому зеленая зона становится минимальной, процент, значение ее. И нужно принимать шаги к озеленению. Это вторая задача из тех, которые мы будем обсуждать в конце. Повторюсь, задачу, которую мы ставим, достижение статуса города, благоприятной средой, набрав как минимум 181 балл. Инвентаризация зависит действующим требованиям градостроительного облика нашего города. В соответствии с распоряжением администрации города 26 мая по проведению инвентаризации. Мы ставили себе задачу и провели, и частично реализовали ее по инвентаризации на соответствии с требованиям архитектурно-градостроительного облика территории улицы Карломарса и 30 лет в ЛКСР. Специалистами администрации обследовано 68 объектов, из которых по 63 выявлено нарушение. Даны предписания, работа эта продолжается. Кого-то привлекли к ответственности, кому-то дали срок для устроения тех замечаний, которые были выявлены. Но, тем не менее, мы эту работу в течение 2020 года проводили. Помните вопрос, который мы обсуждали на прошлой сессии, когда принимали решение о утверждении правил благоустройства города Назарова? О том, что жители, либо предприятия, бизнес, расположенные на городе, должны участвовать в уборке улиц города. И тогда встал вопрос о том, что необходимо было эти границы прилегающие, их нужно было нарезать, описать, так называемые, на языке специалистов. В течение 2020 года мы такую работу в отношении 120 объектов провели, описали эти границы, определили это все, утвердили постановлением в администрации города, разместили на портале, на сайте администрации города. То есть, с момента издания этого норматива права акта собственник этих объектов обязан, соответственно, с правилом благоустройства, ухаживать за прилегающей территорией, которая относится к тем границам, о которых мы говорим. И работу эту в 2021 году, в 2022 году мы будем продолжать, потому что объектов у нас много. Хочу сказать о том, что в 2020 году мы сделали большое дело, связанное с тем, что мы разработали схему теплоснабжения города Назарова. Вопрос большой, и в реализации этого большого вопроса нам помогли Назаровская Агресс и ООО «Тепло», которые непосредственно с этим связаны. Схема была разработана в соответствии с законом о теплоснабжении и утверждена постановлением администрации города от 18 июня 2020 года. Поэтому сегодня она у города есть. Все дальнейшие шаги, связанные с подключением, присоединением, а мы не будем решаться путем внесения изменений в эту схему, и отталкиваться от нее мы будем, когда будем решать какие-то важные для города задачи. Служба по контролю в области государственной деятельности проверена деятельность администрации города, нормативно-правовая база за период с 2015 по 2020 год. Это плановая проекта, которая была проведена в городе Назарово. Выявлено достаточное количество замечаний за вот этот большой период деятельности, за пятилетний период. И часть актов мы уже получили, которые необходимо устранить, часть актов мы ждем для того, чтобы подготовить план мероприятий и организовать работу по их устранению. Критичного такого вот, серьезного там ничего нет. Между тем, есть много вопросов, на которые следует обратить внимание, и некоторые из них лежат в сфере нормативной деятельности. Мы продолжили работу по ловке мероприятий по расселению 86-го дома. Часть частично я уже сказал, тем не менее, как только у нас появятся цифры суммы, мы с этой информацией выходим на Минстрой, и тогда вот ту проблему с переселением 86-го года, надеюсь, мы ее с межной точки сдвинем. Вопрос примерно, чтобы понимание было, когда мы начали эту тему продвигать, вот на нашем уровне, мы получили техническое подключение по сетям водоснабжения и канализования, электроснабжения. Общая стоимость вопроса по данным 2020 года немногим более 2 миллионов рублей. Но это только техническая работа по водоснабжению и теплоснабжению. Стоимость работ по проектированию сноса и восстановлению стены, от которой перегородки у нас, по предварительной оценке прошлого года, была более 5 миллионов рублей. Это приоритет, который нам необходимо будет решать, при том, что мы будем решать вопрос переселения, при очередном, что называется, подходе к этому вопросу. Поэтому вопрос серьезный, и нужно будет понимать, как мы его будем решать. Микрорайон западный. Вы помните, что мы заказывали там сети, проект на сети. Потом оказалось, что нужно туда еще садить и подкачивающую насосную станцию. В итоге проект состоялся. Цена вопроса 66 миллионов рублей. Край нам выделил только 2,5 миллиона рублей в 2021 год для того, чтобы оплатить кросс-пику стоимость работ, которые он два года реализовывал для нас по этому направлению. И задача ближайшего будущего обращения правительства Краснодарского края для выделения денег, для того, чтобы этот проект начать реализовывать уже там, на месте, в этом микрорайоне. Хочу отметить, что я уже говорил о том, что образование в городе Назарова по объему средств и по значимости является первой статьей расходов, на которую мы всегда обращаем внимание. И мое обращение к образованию вот в середине доклада связано не с неуважением к этой области деятельности, а просто логике повествования. Хочу отметить, что самыми основными критериями, либо задачами, которые мы ставили в отношении образования, были качество и доступность общего образования в городе Назарова. Считаю, что по этому направлению образования в городе Назарова это перерыв питания, прекращение деятельности образовательных организаций, потом переход образования в режиме онлайн. Все это, конечно же, оказало свое влияние на образование в целом и на образование каждого ребенка в частности. Система образования делала онлайн сверки, контрольные работы проводила, пытается наверстать упущенное в те периоды, но тем не менее, работу мы видим. Национальный проект образования реализовывался в рамках этих проектов. Я повторять не буду, они изложены вот здесь на слайде. Хочу отметить только, что в городе Назарова точки роста открыты в 2014 школе. В рамках этих точек роста сейчас получена уникальная возможность для образовательных организаций заниматься процессом, созидательным процессом. Вторая школа, Ваша, тоже получила большой бонус, получили 38 компьютеров, 2 миллиона интерактивные комплексы, что тоже очень круто способствовало тому, чтобы качество образования в образовательных организациях города было на высоте. Из того, на что следует обратить внимание, помимо текущих вопросов, хочу отметить, проект мы заказали ремонта крыши третьей школы, он состоялся, здесь этого нет, это первое. Второе. Все дети, которым положено питание по указу президента, по постановлению правительства Красноярского края, они все это питание бесплатно, первые и четвертые классы получили, а всего их у нас там более двух тысяч ребятишек. Причем мы поставили этот вопрос на контроль родительской общественности, и нареканий, по крайней мере, пока у нас не было. Потому что все 100% обучающихся начальной школы горячим питанием обеспечены. Педагоги с 1 сентября надбавку к заработной плате за классное руководство получили в полном объеме, это тоже показатель у нас достигнут. И по закону края, количество питания, это 744 человека, это тоже обеспечено. Хочу отметить здесь, вот что. Вот в прошлом году мы закончили еще один проект, я о нем не сказал, это проект ремонта кровли 11-й школы. После долгих-долгих метров он у нас закончился победой, что называется, и на сегодня этот проект заявлен, в прошлом году заявлен в Минфин для участия в конкурсе, и великая вероятность того, что в этом году мы получим деньги на ремонт 11-й школы. Начнем с кровли и дальше как пойдет. Если вы помните, в прошлом году мы к этим вопросам подходили к комплексу, там мы ремонтировали 4-я школа, спортивный зал, и 9-я школа, окна в спортивном зале. То есть много-много вопросов, которые касались непосредственно организации и технологического, и образовательного процесса, занятия спортом, отдыха, ребятишек. В области культуры хочу отметить, культура, прошу обратить внимание, если в системе образования мы сохранили сеть, мы ничего в прошлом году не оптимизировали, не сохранили, как было 9 школ, так и осталось, как было 11 садиков, так и осталось, но у нас там, прошу извини, что не упомянул, у нас второй год подряд в городе Назаров отсутствует фактическая очередь в детские сады, то есть ребенок любого возраста сегодня может прийти к нам в детский сад и получить эту услугу, его возьмут. При том, что очередь более 600 человек, но это не актуальная очередь. У нас сократилось на 120 человек количество ребятишек в дошкольных образовательных организациях, и на 64 человека выросло количество детей, которые пришли в школу за образованием. Вот характеристика в этом отношении 2020 года для системы образования нашего города. В области культуры, да, финансовые показатели остались на прежнем уровне. В области культуры, прошу обратить внимание, эта сфера деятельности наибольшей всех пострадала от последствий ковида. Прошу обратить внимание вот на эти значения. Это количество посещений музеев, оно сократилось, количество посещений в кинотеатрах везде. Что это значит? Это значит, что учреждения культуры недополучили на этих услугах какую-то долю финансирования, часть из которой уходила на заработную плату работникам учреждений культуры. Поэтому нам пришлось эти средства изыскивать и доводить до тех значений, которые определены указом президента Российской Федерации, как минимальное значение по отрасли. Поэтому ниже скажу. Помимо этого, что у нас приятная новость была, о том, что городской дворец культуры стал победителем краевого конкурса. Второй раз за 10 лет. Насколько я помню, первый раз был от Сергея Ивановича, в 2010 году, по-моему, городской дворец культуры был победителем. Сейчас он стал победителем. И два больших проекта, вот этот. В Красноярске мы с библиотекой защищали проект ремонта социально-городской библиотеки Льва Николаевича Толстого. Проект наш поддержан. Большой комиссией в городе, в бюджете города были заложены деньги. И нам удалось до конца года, буквально с сентября, с октября организовать работу по изготовлению дизайн-проекта и проекта с методом документации на ремонт. Общая стоимость работы на этот год порядка 22 миллионов рублей. Это вот у города центральная библиотека, которая не ремонтировалась ни разу. И второй вопрос. Все вы знаете, что в 2020 году город победил в конкурсе федеральном. И юбилейный получил 70 миллионов рублей на реализацию проекта с фермы Рен-Сейна-Ладынина. 4 миллиона объемами работ уже на сегодняшний день выполнены. Подрядчик завершил эту работу в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день, чтобы не было недомолвок, эту работу мы ему полностью оплатили. Он представил весь пакет документов, техническую документацию на выполненные объемы работы. Банковские гарантии на те работы, которые он выполнил. И на сегодня-завтра мы будем решать вопрос о расторжении соглашения с ним, контракта муниципального по соглашению сторон. Резоны разные, в том числе и разговоры подрядчика о увеличении стоимости работ и материалов. Но тем не менее, пока мы исходим из того, что мы расходимся по соглашению сторон. По нашим планам, по графику проведения работ, 25 марта мы планируем, что на объекте появится новый подрядчик, который приступит к реализации, к завершению этого этапа работы. По скверу Маринсельной Ладынии. Хочу отметить, что у нас, помимо этого, что ценно. Несмотря на такие показатели, не очень хорошие, это впервые за много-много лет такие показатели, нам удалось сохранить количество коллективов, которые выносят высокое звание народным. Нам удалось сохранить 307 человек основного персонала учреждений культуры. 3,5 тысячи человек так занимались, 3656 человек в кружках-секциях, в художественной самодеятельности, так и занимаются. Поэтому здесь все нормально. С учетом того, что год был памяти и славы, учреждения культуры, при общем снижении объемов оказанных услуг и проведенных мероприятий, в прошлом году их было 1230, в этом году их 965, по-моему, у них. Но они научились работать в новых условиях. Я имею в виду онлайн-форматы, викторины, встречи, демонстрации тех экспонатов, которые есть у них в музеях. То есть мы говорим о том, что вот эти площадки интерактивные, которые есть в социальных сетях везде у наших учреждений культуры, они были задействованы по полной программе. Поэтому такое большое количество лауреатов на всеразличного рода премия, которые в этом году были реализованы, я просто скажу, несколько ссылок перевести. В 2020 году 394 дипломанта, лауреатов различных степеней, 17 гран-при, приняли участие в 140 комплексах в фестивале. Поэтому вот эти цифры говорят сами за себя. Условия необычные, между тем наша культура с поставленной задачей, я считаю, что справилась. Учреждения спорта точно так же попали в этом году в неловкое положение. Если начальные периоды, до середины марта месяца, все спортивные соревнования проводились в онлайн формате, путем непосредственного участия жителей города, все остальные проводились очень избирательно, многие проводились не так, как обычно, совершенно по-другому. Но тем не менее, мы говорим сегодня о том, что задачу, которую ставили по охвату, по крайней мере, я не знаю, как мы его подтверждать будем в этом году, охвата количества жителей города, участвующих в спортивных соревнованиях, там 42%. Мы его добились. Хочу отметить, что в этом году мы, как и раньше было, подтвердили высокие показатели обеспеченности спортивными сооружениями на душу населения, вот он, Назарово, 82,7, и строим планы на будущее. Разработан проект регмонта стадиона «Шахтер» спортивной школы, сону из работ более 44 миллионов рублей. Разработан проект обустройства площадок около ФСС «Лидер». Продолжение еще две площадки и беговая дорожка вокруг них с освещением, со всеми вещами. Это тоже копилка в создании условий для жителей города, которая начата в 2020 году. Хочу отметить, что у нас в спортивной школе в ФСС «Лидер» открылось отделение художественной гимнастики. Помните, 10 лет назад это отделение было, потом с смертью тренера оно у нас ушло. И сегодня мы получили еще одного тренера, обеспечили его жильем, и он у нас работает. Поэтому те традиции, которые были в городе Назарово, в области художественной гимнастики, они начинают сейчас набирать оборот. И мы увеличиваем количество ребятишек, которые будут заниматься в этих секциях и кружках. Это вот этого года новость. Молодежная политика, хочу отметить здесь направления, которые реализованы, они здесь показаны. Хочу отметить, что вот те новые новшества, новая форма работы, которые мы реализовывали, они привели к своим результатам. Вот одно. По результатам работы в рамках кейсового движения «Профессионалы будущего» в 2020 году команда города Назарова в новое время стала лидером в Красноярском крае. Вдумайтесь, из 5 тысяч участников, 8 представителей команды города Назарова вошли в топ-10 лучших специалистов, которые решали кейсовые задачи на этом чемпионате. Это говорит о том, что школа хорошая, успехи есть. Трудовое воспитание, вот здесь, пожалуйста, все это отражено на слайде. Краевой бюджет в прошлом году был несколько ниже, чем в предыдущие периоды, но тем не менее. Мы по-прежнему остались единственным оператором на западной озадной территории Красноярского края по направлению этого движения. Выиграли конкурс на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области молодежной политики, в рамках мунициональных программ в размере 550 тысяч рублей. Последний раз такой конкурс город выигрывал 7 лет назад. Поэтому я считаю, что это тоже неплохое достижение наших ребятишек. Ну а Тим Берюса и все кейсы, которые решали, вот здесь на компьютере, они говорят сами за себя. Только по краевому телевидению, честно говоря, скромности наших девушек, из-за их скромности я не узнал, а по краевому телевидению слышу, что два проекта мы выиграли. И сегодня, вот в этом году, эти проекты в области молодежной политики будут реализовываться на нашей территории. Поэтому здесь же хочу отметить молодая семья, вот здесь, молодая семья, где-то, две семьи, которые, 25 семей города Назарова, признаны участниками мероприятий обеспечения жильем молодых семей в городе Назарова, и три семьи, вернее, получили выплаты на приобретение строительства жилья. Две семьи мы планируем только в этом году. Извините, я в этом отношении перепутал. Хочу отметить следующий слайд, пожалуйста, что управление городским хозяйством, вот, перейдем сейчас, да, извините, я вот об этом еще забыл сказать, вот, вот, заработная плата, о которой я говорил, прошу обратить внимание, это указники, вот, вот все категории, и вот культура, 99,6%. То есть, по всем показателям мы выполнили, где-то перевыполнили, вот, у нас единственное значение, которое вот до конца года мы работали по нему, это из-за того, что мы недополучили, для понимания, на слайде там было видно, не знаю, обратили вы внимание или нет, в прошлом году на платных услугах учреждения культуры заработали 15 с небольшим миллионов рублей, чтобы вы понимали. В этом году на платных услугах они недополучили 8. как раз тех денег не хватило для того, чтобы вот этот вопрос вот закрыть до конца. Хотя там мы перекрывали перед самых, но тем не менее, вот это вопрос вот из этого, из этого, что называется. Вот задача на 2021 год, выйти на значение 100%, уж 99,6% неплохой показатель, но тем не менее не 100%. Очень хочется, чтобы в этом году мы вышли на значение 100%. И пока у нас для этого все есть. Говоря о городском хозяйстве, следующий слайд, пожалуйста. О городской среде хочу отметить. Начало года у нас было успешно, мы с конца 2019 года, начало этого года, помните, вышли вот с этим вот проектом, энергосервисный контракт. Игорь Александрович активно интересовался. Вот виды работ, которые мы выполнили здесь. Вот значение в киловатт-часах. 2019 год, 2147. 2020 год, 1446. Вот разница между ними, это та экономия, которую получил город в киловатт-часах. Электроэнергии. Ну а при условии, что мы запустили его в апреле, помните? То есть это не за весь календарный год. Вот экономия. Она составила более 32% в натуральном, ну я имею в виду то, что можно потрогать, киловатт-часы. В денежном выражении, вот здесь, 13,6 мы платили по тем тарифам 2019 года. Сейчас за освещение город заплатил 9,5. Вот разница от реализации энергосервисного контракта. Другое дело, что мы эти деньги, вот разницу, мы ее никуда не дели, мы ее отдали энергосервисерам. Те, кто 44 миллиона своих денег вложил в город, и ему мы разницу и перечислили. В момент мы получили вот это вот все. 18 километров, вернее, 24 километра кабеля, повысив надежность энергосистемы нашей города, освещение всего. 18 приборов учета там, где их раньше не было, в принципе. Более 100 кронштейнов подняли, сделали освещение. Да, сейчас мы это все используем. И возникают вопросы, связанные, там светодиод перегорел, там еще что-то. У нас гарантийные обязательства, в рамках которых мы эту работу продолжаем реализовывать. Эти же формы работы мы сейчас и рекомендуем нашим учреждениям муниципальной системы образования, культуры, спорта, для того, чтобы выкинуть те значения, которые отдел экономики, помните, я говорил, на три года им расписал. Других вариантов, по крайней мере, пока я не вижу. Так вот, это УГХ, управление городским хозяйством. Справочно хочу отметить, что за прошедший год мы провели 119 муниципальных контрактов по городской среде. на общую сумму 234 миллиона рублей. Экономию получили по итогам торгов 24 миллиона рублей с половиной. Для справки, в 2019 году мы заключили 93 контракта на общую сумму 205 миллионов рублей. То есть на 30 миллионов больше было в 2020 году. И экономия была 17 миллионов рублей. Все средства от экономии направлены на достижение тех целей и задач, которые стояли в муниципальных программах, которые мы достигали. В рамках муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергетической эффективности, под программой благоустроенный город. Мы выполнили все традиционные виды работы. Посадку, высадку, благоустройство территории газонов Арбузова, газонная трава и так далее. Новшеством прошлого года было действие для нас в этой программе закона о гуманном отношении к животным. Помните? Не могли до мая месяца продорговаться по этому вопросу. Сначала не было средств, потом никто не понимал, никто не брался за это дело. Хочу отметить, что в конце концов эту работу мы организовали по отношению к 19-му году. Отловлено было 166 особей вместо сша 73-19-го года. Но это при условии, что мы дважды просили, что называется, добавки в Министерство экологии Красноярского края. Дважды нашли навстречу, мы заключали прямые контракты с ними, либо доп. или прямой контракт, и увеличивали количество. Вышли вот на это значение. И считаем, что ситуацию в этом вопросе мы в городе нормализовали. Вырубка сухих деревьев, оплата коммунальных услуг, с учетом показателя доступности коммунальных услуг, на эти цели у нас ушло 6,7 миллиона рублей. Это вот из этих же средств. Инвентаризация сетей уличного освещения. Это вот энергосердийный контракт, о котором я говорил. Мы помимо того, что выполнили эти работы, мы еще и применитаризировали все. Сейчас у нас в компьютере есть информация по каждой опоре, по каждому фонарю, где висит, когда менялся и так далее. В вопросе инженерного обеспечения микрорайонов города Назаров хочу отметить, что мы выполнили два капитального ремонта, два участка водопроводной сети вот здесь, на общую сумму 11 миллионов рублей. Работы приняты, они выполнены, оплачены в полном объеме. Один участок 315 метров, другой участок 235, от НФС до хлебозавода. Поэтому участок сети. На этот год мы заявили третью часть этого участка для того, чтобы по проекту получить деньги на ее реализацию. В рамках муниципальной программы развития транспортной системы города Назарова при мероприятии, все выполнены в полном объеме, по программе безопасности дорожного движения, замена установки дорожных знаков на 324 тысячи рублей, перекрестки Арбузово, Карломаш, Школьная, Борисенко, обустройство уличной дорожной сети вблизи образовательных организаций, то, о чем вы говорили, уважаемые депутаты. Мы три образовательных организации обеспечили нормальными подъездными путями дорожно-знаковой информации, в рамках участия в конкурсе, который устроил Министерство транспорта Красноярского края, выиграв этот конкурс, вот они 3, 4, 7 и 8. В этом году мы подаем заявку до 1 марта, по-моему, заявку у нас до 5 марта на участие дальше в этом же конкурсе, для того, чтобы по графику дальше идти, то, о чем вы говорили на сессии. Выполнено ямочных ремонтов 12,8 тысяч метров квадратных, для сравнения, в 2019 году их было больше, в 2018 году было меньше, поэтому значение это среднее. Выполнили ремонт тротуаров по улице Арбузова, участок от пересечения с улицы Борисенко до улицы Чехова и ремонт в асфальтобетонном покрытии улицы Борисенко до улицы Имеров, пересечения с улицы Борисенко до пересечения с улицы Чехова, улица Горького, улица Южная, общая протяженность 1484 погонных метров на общую сумму 19 миллионов рублей. В этом году, в отличие от прошлого года, у нас лаборатория Крудоровская сама забирала пробы, проводила исследования, все пробы признаны успешными, поэтому оплата выполненных работ была проведена по факту их выполнения собственно говоря в течение года. Долг, который был, помните, суды закончились в прошлом году, вот сейчас, там 2,2 миллиона рублей, мы работали с Министерством транспорта для того, чтобы эти суммы 2018 года нам заплатить подрядчику по решению суда. Это там, где пробы не отошли изначально. Он потом участки работки переделал, поэтому работать и подлежат оплате. И впервые, допустим, с 2018 года, мы в 2018 году выполняли отсыпку по двум улицам города. В прошлом году мы тоже самое, уже осенью, в октябре, в ноябре, провели аукционы и выполнили отсыпку по улицам города. Поэтому работать тоже принято было и оплачено. Хочу отметить, что про какомпортно городской среды, вот то, о чем мы говорили изначально, вот там, в городской среде, мы реализовали вот эти проекты. Площадь поселка Бор. Пожалуйста, в таком она виде мы ее приняли. Зимний вариант исполнения, летний вариант исполнения. Зимой получили опыт эксплуатации в условиях зимы, в снежных условиях. Сразу скажу, хочу сказать, что опыт неоднозначный, но тем не менее, проект есть, ухаживать за этим объектом мы будем и содержать его будем. Необходимо увеличить финансирование и четче прописывать условия уборки вот этих вот пространств. Другого варианта у нас нет. Второй проект, 6,6 миллиона рублей на этот проект ушло у нас. Разработчик, студия, Емоледневный Сергей Федорович, эскизный проект, да, разрабатывал это Краснодар-Граждан проект. Засухи. 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 Нет, 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 я имел ввиду поселок Бор. Да. Первый. Да, Ямалединов автор проекта. Второй проект, это Березовая роща. Вот. Здесь ИП Засухина, проект реализован с опозданием там в три недели, но тем не менее, сдан, первый этап. Честно говоря, проект требует, по мнению жителей, проект требует своего развития, и сейчас он на голосовании, как одна из перспективных площадок для участия в конкурсе «Городская среда» на 22-й год. И третий объект «Аллея памяти». Большой объект, к реализации которого мы приступили, все вы прекрасно помните, с какими трудностями мы столкнулись. На сегодняшний день оплачена работа на 45 миллионов 797 тысяч рублей. За нарушение сроков и невыполненные объемы работ мы направили решение о расторжении в доставлении порядка документы в подрядчику и в УФАС по признанию недобросольственных поставщиков. Поэтому проект на сегодняшний день готов, гарантийные обязательства все остаются, ждем весны, завершаем благоустройство. 9 мая, надеюсь, будем его открывать после ремонта. 11 дворовых территорий в течение года было отремонтировано в городе Назарова. Мне больше всего нравится, что отремонтировали дома в микрорайоне завода Сельмаш. Вот там. Вот эти дома, которые сейчас красивые, опрятные, аккуратные, радуют глаз. Остается только в этом году нам провести асфальтирование до конечной остановки и будем считать, что в той части города мы относительный порядок в этом вопросе навели. Хочу отметить, что эти виды работ выполнены в городе одним из первых. То есть, когда еще в октябре-ноябре люди выполняли некоторые территории работы, мы в августе, фактически, в сентябре эти виды работы уже закончили у себя в городе. Хорошая организация работы, подрядных организаций и управления городским хозяйством. Хочу отметить, помимо этого, это 86-й дом, кто не помнит, фотография, там, где трещина вертикальная. Мы показали этим слайдом важность и значимость вопроса, связанного с ремонтом, капитальным ремонтом жилых домов. Так вот, в 2020 году региональным операторам, на домах, на которые находятся на общем счете регионального оператора, выполнены работы на трех домах на 8 миллионов 310 тысяч рублей. В том числе, лифтов на одном доме, на двух домах выполнена работа системы. Газоснабжение, досрочно выполнена работа. Управляющим компаниям проведен ремонт на 20их квартирных домах, которые находятся на специальных счетах. Ремонт выполнен на 39 миллионов рублей, в том числе, на одном доме проведена замена лифта. На 16 домах выполнен ремонт фасадов и на 11 домах выполнен ремонт систем горячего-холодного водоснабжения и канализования. На 2021 год планировано провести ремонт на 6 домах региональным операторам, на домах, на которых находится на общем счете на сумму 49 миллионов рублей. В том числе на 5 домах выполнен ремонт крыши, на одном доме ремонт фасада. Хочу отметить, что несмотря на пандемию, несмотря на ограничения, которые были, я уже заканчиваю. Мы продолжали работать с оселением, хотя прием ввели только до середины марта месяца. На прием ко мне пришло 37 человек до середины марта, пока мы ввели прием непосредственно. Между тем, кто звонил, кто просил, кто опросил о встрече лично, никому я не отказал. Встречи эти мы провели. Тем не менее, Львина доля обращений поступала в режиме в письменном виде, либо через сайт администрации города, либо в виде коллективных и иных обращений. Общее количество обращений граждан за год ставило 1233, в 2019 году их было 1094, то есть произошло уменьшение. Количество коллективных обращений было 30, это, собственно говоря, на уровне 2019 года. В администрацию города за муниципальными услугами обратилось 1395 человек, в 2019 году их было больше, их было почти 1800. В администрацию президента, администрации губернатора правительства Красноярского края, органов власти, мы получили 67 обращений граждан. В 2019 году их было 98. Все обращения отработаны. Одним из еще направлений работы с жителями мы считали и проводили, собственно говоря, это подведение итогов конкурсов, которые были объявлены в конкурсе. Это лучший благоустроенный двор, было принято 13 заявок, лучшая территория, 54 заявки, благоустроенные учреждения социальной сферы поступили заявки, и источная клумба, и так далее, и так далее. Хочу отметить, что несмотря на коронавирус и такие ограничения, жители города все-таки жили своей полноценной жизнью. В программе «Инцидент менеджмент» мы получили 45 обращений через виртуальные обращения граждан. Все их обработали в сроке, установленные для данного комплекса. Хочу отметить отдельно о том, что в период пандемии много внимания мы обращали с жителями через средства массовой информации, через сайты, через социальные сети. По количеству обращений их под три сотни в нескольких сетях, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, везде эта работа проводилась. Я хочу отметить, что мы отслеживали те отзывы и предложения, которые слышали от жителей, которые они на различных сайтах выкладывали, адресуя их к администрации города и пытались адекватно, своевременно на это все реагировать. В области ЖКХ хочу отметить вот что. Город в 2020 году, к сильному сезону 2020-2021 года, был подготовлен своевременно. В чрезвычайной ситуации на объектах теплооснабжения не произошло. Но в 2020 году, на сезон 2020-2021 года, точно так же у нас паспорт готовности получен у города назад. Чрезвычайных ситуаций нет. Были некоторые аварийные ситуации, связанные с порывами трубопроводов и по горячему водоснабжению, и по холодному водоснабжению, по канализованию. Но они не носили характера, как он правильно называется, когда больше шести часов? Чрезвычайная ситуация. Инцидент. Извините, Сергей Александрович. Инцидент, да. Это были обычные небольшие аварийные ситуации, которые в окончайшие сроки устранялись. Хочу отметить, что 31 декабря принято было решение по требованию УФА в связи с истечением концессионного соглашения, которое было до 31 декабря 2020 года. Мы изъяли сети из концессии УОО «Водоканал» и передали их в управление государственным предприятием Красноярского края в Центр развития коммунального комплекса. По настоящее время они находятся у ЦРПК до момента определения победителя по концессии. По определению концессионеров. Сколько времени уйдет на это, сказать не могу, потому что чем мы глубже погружаемся в вопросы концессий, тем больше возникают вопросы, связанных с оформлением документов в разные периоды времени. Хочу отметить, что большое, чересчур большое количество объектов муниципальной собственности регистрацию не прошло. А закон связывает заключение концессии с тем, что на большую часть объектов концессии должны быть документы, подтверждающие права собственности города на эти объекты. К сожалению, таких у нас очень мало. И много вопросов, связанных с этим, у нас возникает в процессе сбора документов и подготовки пакета документов для объявления конкурса. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, жители нашего города. Несмотря на значительный объем работ, выполненный в течение 2020 года, мы будем вспоминать его как период, в котором мы вместе сообщали, противостояли распространению коронавирусной инфекции. Этот год тяжелого испытания мы выдержали. Впереди нас ждут сознать создательный труд на благо нашего города. А основными задачами на 2021 год, я считаю, обеспечение комфорта и безопасных условий для жителей нашего города. Второй вопрос. Разработка реализации стратегии озеленения города. И третий вопрос. Содействие развитию малого среднего предпринимательства в нашем городе. Ситуация с безработицей, с тем, как пострадали малый бизнес в период пандемии, он требует к нему пристального и такого внимания. Это решит несколько вопросов. И занятость, и доходы местного бюджета. Поэтому хочу вас поблагодарить всех за совместную работу на благо нашего города.